Наконец-то ко мне пришел мой Powerbank, который я заказывал пару недель назад. Ехал он ко мне из Турции почему-то, а не из Китая. Данный Powerbank я заказывал для того, чтобы заряжать свои наушники, которые у меня работают около трех часов, но мне хватает их наушников на два с половиной-три дня. И на третий день они у меня бывают отключаются, и нужно их зарядить. Вот эти наушники, это BTH 828, можете посмотреть, у меня есть видео на канале о них. Отличный звук, и цена вообще копеечная, как для таких качественных наушников. Заряжаются они около двух часов, поэтому в дороге такая батарея будет, кстати. Вот сама батарея, внутри ничего нет. Что ж мы тут видим. Фирма Орику. Вот такая вот коробочка. Изначально я хотел заказать на 2500 мАч, но почему-то у всех продавцов, какого ни возьми на Алиэкспресс, невозможно было отправить батарею такой вот емкости. Только на 5000 и выше, там до 20000 у них идет. Данная батарея выдает максимум 5 вольт, 2,4 ампера, и это я проверю. У меня есть тестер. И так, ну что, распечатаю. Так, один есть. И второй что-то не вылезает. Может, не нравится. Ох, наконец-то. Ох, такая вот батарея. Вот цвет как раз смартфона брал. Хе, понравился мне. Такой цвет шоколадный. Ну, а тут о компании Орико, кто знает английский, может прочитать, посмотреть. Так, а тут еще что-то есть. Какой-то кабель. Да, кабель. Отличный, USB-шный. И что-то тут еще. Гарантийка. Талон для заполнения гарантийки. Далее. Поздравлялка. Thanks for choosing Орико. Спасибо, что выбрали Орико. Ну, и их координаты. Что-то на китайском. Ага. То, как надается гарантия. В случае, если гарантия будет аннулирована. Внести по поводу гарантии. И, по-моему, инструкция сама. Да. С одной стороны на китайском. С другой на диском. Если хотите, можете поставить на паузу и прочитать это все. И перейдем к самой батарее. В таком вот у нас аллофановом пакетике приехало. Прикольный пластик. Микро-юсб и юсб. С-чардж. Орико. С-чардж. Повербанк. Та-та-та. Емкость 5000. Ну, все то же, что и в паспорте. Так, это кнопка, которая проверяет емкость батареи. И почему-то ничего не загорается. Значит, она разряжена. Судя по толщине батареи, в ней внутри находится аккумулятор в виде пакета, а не вот такие вот батареи, типа размера 18650 или там 16650. Если бы такие батареи здесь стояли, она была бы намного вот эта штукенция больше по толщине. Ну что ж, осталось ее зарядить, да, протестировать на емкость. Заодно и максимально выдаваемую токодачу я проверю. Это 2,4 А, как заявлено было в паспорте. Ну, странно, почему-то не включается, вообще не горит светодиод. Сейчас попробую. О, включился. Наполовину заряжен. Ну и отлично. Так, ну что ж, приступлю к тестированию. Теперь пришло время протестировать данный PowerBank, выдает ли он 5 В и 2,4 А, как заявлено в характеристиках. Для этого я использую вот такой вот мониторинг. Это устройство называется KCX 045. Данным устройством я померил очень много аккумуляторов для Galaxy S3, также аккумулятор для Swaflight Connect. И теперь пришло время протестировать данный PowerBank. Так, подключаю счетчик. Так, загорается, что данный PowerBank выдает 5,12 В. Теперь данному счетчику надо подключить нагрузку. Это нагрузка с выборкой, то есть можно вот с помощью вот этой крутилки выбирать, какую нагрузку будет подавать на резистор здесь. Итак, отключился, ну-ка. 74 А. Так, повысим. 80, 95, 1 А, 1,5, 1,7, 2,2, 2,3, 2,4. Ну, как видим, 2,4, что заявлено в характеристиках, данный PowerBank выдает. Так, тут уже немного нагрелось. Ну что, крутим дальше, смотрим, что по максимуму. О, активное охлаждение заработало. Что по максимуму может выдать данный PowerBank. Так, 2,6. А вот тут уже просадка чуть-чуть назад. И что интересно, он сразу же, контроллер отсекает подачу питания на устройство, если превысленная нагрузка. Так, еще раз подключаю. В общем, при 5 В, как и заявлено, 2,4 А. Дальше нет смысла выкручивать нагрузку, потому как, ну, уж сильно вольтаж просаживается. То есть, напряжение. Теперь пришло время протестировать данный PowerBank по емкости. Теперь я его разрежу к нулю и заряжу до 100. При этом, используя данный счетчик KCX 0.45. Ну вот, PowerBank чуток подразрядился. И тепло ощутимо вот в этой области. Скорее, здесь находится контроллер. И он нагревается. Остальная часть PowerBank холодная. Кстати, я забыл сказать, что он собран монолитненько. Ничего не скрипит, не люфтит. Все отлично. Ну что, жду вот в такой вот компоновке полное разряда PowerBank. Кстати, мне это напомнило. Есть вентиляторы. Продаются специально для смартфона. Он вставляется, этот вентилятор. И можно как бы себя обдувать, если жарко. А это как бы вентилятор Гига. Только тут воздушный поток небольшой. Но смешно смотрится. При первой зарядке батарея набрала емкость 4722 мА. Вводя итоги, скажу, что в целом батарея мне понравилась. Это приятный пластик. Он не маркий. Есть индикация емкости заряда. Есть два разъема USB для двух устройств. И один microSB для подзарядки. Емкость почти соответствует заявленным производителям. А также из плюсов отмечу, это то, что при зарядке устройства от пауэрбанка, сам пауэрбанк можно еще и дозаряжать. Как видим. Есть такие пауэрбанки, которые не имеют такой функции. Из минусов отмечу, что здесь неразборной корпус. Винтиков никаких нет. Корпус сам заклеен, либо запаян. Здесь небольшой шов есть. По этому шву, если разогреть немножечко, можно будет открыть батарею. В случае, если с аккумулятором пакетного типа... Да-да, именно тут аккумулятор пакетного типа. Они вот такие батарейки, тип размера 18650. И если что-то с этим аккумулятором внутри этого пауэрбанка случится, то его будет более труднее достать, чем в остальных типах пауэрбанков, которые открываются крышкой и вставляются вот такие вот батарейки. Продолжение следует...